Друзья, если вы хотите увидеть в будущих видео про рыбалку ваши фотографии с трофеями, присылайте их на почту которая указана в описании под видео. Как только установился лед, начинается настоящая зимняя рыбалка. В это время многие рыболовы целенаправленно охотятся на судака. Ловля судака по первому льду, как правило, происходит на глубоких русловых ямах, на бровках, в закоряженных точках водоема. В этот период ловля клыкастого самая эффективная, так как лед еще достаточно тонкий, а кислородный режим отличный. Однако далеко не все могут похвастаться уловом, в то время как на том же водоеме некоторые мастера умудряются добывать трофейную рыбу. Успех на судаковой рыбалке зависит от нескольких составляющих. В первую очередь необходимо найти активного клыкастого разбойника. Поиск места обитания. Такой вид рыбалки, как ловля судака по перволюдью, начинается с поиска перспективных мест. Постоянно искать хищника приходится и на стоячих водоемах, и на реке. В течение дня рыба может серьезно смещаться, преследуя стаю подлещика или густеры. Где искать судака по первому льду? Первую очередь стая клыкастых разбойников придерживается глубоких русловых ям, вдоль которых она и путешествует. Хорошими точками для ужения бывают бровки, входы и выходы из ям. Обязательно нужно облавливать закоряженные акватории, расположенные на глубинах более трех метров. Места стоянки и кормления судака на реке определяются такими факторами, как сила течения и его направление. А в водохранилищах поведение больше зависит от рельефа дна. Это важно. Чтобы успешно ловить судака по первому льду, важно примерно определить зону его обитания. Тогда в течение дня хищник обязательно проявит себя поклевкой. Виды снастей для ловли судака по первому льду. Ловить судака по первому льду можно с помощью нескольких снастей. Каждая из них может принести трофейную рыбу при умелом обращении. Удочка для отвесного блеснения. Одной из наиболее удачных снастей в начале зимы является блеснилка. Это объясняется тем, что подвижность хищника по перволюде высока. В стае существует острая конкуренция, поэтому клыкастые разбойники стараются моментально схватить кормовой объект. И только после попадания в пасть рыба может определить ее несъедобность. Чтобы сделать хорошую снасть для блеснения со льда, понадобятся следующие элементы. Уделище с пробковой рукоятью, жесткий хлыст, оснащенный пропускными колечками, инерционная катушка со шпулей 1000, монолеска диаметром 0,22-0,28 мм. Полезная информация. Уделище лучше сделать с возможностью замены хлыста. Подбирая фидерные квивертипы, можно найти оптимальный вариант по гибкости. Из всего многообразия искусственных приманок следует запастись вертикальными блеснами, балансирами, пилькерами, ратлинами, бакоплавами, силиконовыми рыбками. Жерлица. При соблюдении простейших мер безопасности на первом льду можно поохотиться за хищником с помощью жерлиц. В зависимости от водоема выбирают классическую снасть или вариант с отводным поводком. Классическое оснащение удочки выбирается при ловле на водоемах со стоячей водой или небольшим течением. Надледная часть может быть любой, начиная с традиционной деревянной стойки и заканчивая пластмассовыми базами. Леска оснащается скользящим грузилом, силиконовым стопором и крючком. Рекомендация. Вес грузила выбирается под массу живца. Соотношение должно быть примерно 1 к 10. Есть такие стоянки судака на реке, где выгоднее установить несколько дежурных жерлиц. В таких случаях требуется оснастка с отводным поводком. К концу главной лески привязывается грузила. Его вес должен быть таким, чтобы удерживать оснастку на течении. На расстоянии 40-50 см от грузила монтируется отводный поводок с крючком. Соединять поводок с леской можно способом петля в петлю, или через вертлюжок. Лучшими рыбешками для клыкастого хищника будут подлещик, уклейка, платва, пескарь, бычок, поставушка. Особую снасть придумали рыболовы для добычи судака зимой на тюльку. Вместо этой рыбешки из семейства сельдевых, может использоваться любой мелкий живец. Преимущества тюльки заключаются в особом запахе, который очень любит клыкастый хищник. Тюльку используют в мертвом виде. Снасть состоит из удилища, оснащенного ножками, катушки, яркого сторожка, монолески, 0,22-0,28 мм. Оснастка выглядит следующим образом. К концу лески привязывается крупная мармышка или небольшая джиг-головка. Иногда рыболовы делают особые блесны под тюльку. На расстоянии 40-50 см от нижней мармышки монтируется поводок для второго живца. Вместо натуральной рыбки может использоваться силиконовая имитация. По первому льду судака достаточно ловить на 2-3 поставуши. В дальнейшем их число можно довести до 5 штук. Итак, одной из особенностей подлёдной ловли судака является то, что не следует прекращать ловлю или менять маршрут, пока он не будет полностью пройден. Также следует помнить, что излишняя суетливость не способствует успешной рыбалке. Действия рыболова должны всегда иметь осмысленный характер, а не спонтанный. Не рекомендуется брать с собой, если ваша цель подлёдная ловля судака на блесну, мармышечную снасть или жерлицы. Это будет только отвлекать от главной ловли. Если вы новичок в блеснении судака не надо бояться начинать ловлю на блесну. Даже если вы этого пока правильно делать не умеете, более опытные товарищи подскажут, как это делать правильно. Тактика и техника ужения. В ловле судака важную роль играет правильный выбор тактики. Рыболовы, специализирующиеся на добыче клыкастого хищника, используют несколько интересных способов. Такие тактические приемы называют загоном. Блеснильщики чаще всего становятся загонщиками спонтанно. Обычно рыболовы приходят на водоем и начинают искать рыбу на некотором удалении друг от друга. Ловят на разные виды искусственных приманок. Как только случается поимка судака, соседние рыболовы начинают постепенно сближаться со счастливчиком. Затем то же самое повторяется с другими участниками спонтанного сообщества. В результате образуется плотная группа рыбаков, которая может достигать нескольких десятков или даже сотен человек. Толпа синхронно перемещается вслед за кормящимся хищником. В течение дня людская стая мигрирует по водоему, то уменьшаясь, то возрастая. Несколько по-другому проходит загонная ловля судака у жерличников. Эти люди целенаправленно собираются в небольшие группы численностью 4-6 человек. Вдоль русловой бровки устанавливается батарея жерлиц. Через некоторое время, разделившись пополам, они отходят в разные стороны, от русла примерно на 20 метров. Вооружившись крупными тяжелыми блеснами, они начинают активно блеснить. Постепенно рыболовы приближаются к линии жерлиц, не доходя 4-5 метров. Если после двух-трех заходов ни один из флажков не загорелся, все жерлицы перемещаются вдоль русловой бровки на 50-60 метров. И снова повторялся загон. Смысл этой тактики прост. Большие приманки пугают судака, вынуждая его двигаться в сторону жерлиц. Хищник становится агрессивней. Увидев небольшую рыбешку на крючке, он без колебаний атакует ее. Чтобы из-под ледяного панциря достать достойного судака в начале зимы, рыболову следует внимательно относиться к действиям опытных коллег. На первый взгляд смешное и нелогичное поведение может стать ключом, который откроет потайную дверь в мир осторожного клыкастого хищника. Балансир при ловле судака по первому льду можно использовать только в тех местах, где не может быть никаких зацепов. Как же ловить на балансир? Какую технику лучше всего применить? Вся суть техники ловли на балансир заключается в том, что изначально приманку следует опустить на дно водоема, потом плавными движениями приподнять на высоту 20-25 сантиметров. Подняв ее на указанную высоту, приманку нужно просто плавно покачивать. Если данная тактика не работает, то можно применить и более агрессивную приманку. Суть ее будет заключаться в более резком подбрасывании приманки над уровнем дна. Если рыбак сделал несколько проводок, а поклевки так и не увидел, то надо начать облавливать другую лунку. Поклевка судака может наступить очень внезапно, длится она, как правило, пару секунд. Если же использовать для ловли блесну, то ее можно оснастить тройничком или же одинарным крючком. Исходя из всего, чтобы рыбалка была успешной, судака нужно постоянно выискивать, перемещаться по водоему в поисках перспективных мест. Для ловли можно использовать в зацепных местах силиконовые приманки. Если же дно чистое, не следует отказываться от блесны или балансира. Ловить эту рыбу можно либо рано утром, либо в вечернее время. При наступлении сумерек, есть большая вероятность, что клев судака продолжится. Чтобы рыбалка имела успех, рыболов, перед тем как отправиться на охоту за хищником должен учитывать все вышеназванные факторы. Случается, что судак просто постукивает по приманке, однако подсечь его не получается. Бывают такие моменты, когда он бьет по блесне жабирной крышкой. Либо когда блесну пытается схватить небольшой судачок, для его пасти просто блесна слишком велика. В таких случаях, следует заменить блесну и ловить в этом месте на более мелкую приманку. В таких случаях ловля судака солида весьма эффективна и на тяжелую мормышку. При этом на крючок надо насадить хвост мелкой рыбки или малька. Если результаты хорошие, тогда можно попробовать ловлю на мормышку или легкую блесну на других лунках. Когда поклевки прекращаются можно вновь переходить на ловлю первой блесной. Да, кстати, теперь я добавил ссылочку под видео всеми любимого магазина Декатлон. Тут и товары для рыбалки и все для путешествий. Короче зацените. Ну и естественно ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины тоже есть. Удачи!